Аркадий, поясните, пожалуйста, что делается? Значит, просто растирание, согревание, для того, чтобы мышцы были готовы. И между с какой целью? С целью снятие тонусы, потому что то, что происходит, это проблемы, связанные с шеей. При нарушении кровоснабжения коры возникают проблемы с мышцами, которые питаются. Через общий стиль кровотока. Мечтишь, пожалуйста. Поэтому повышение тонуса, проблемы шейного отдела, плюс... Тонусы где? В стопах, в чем он стоит на носочке. Соответственно, наша задача это тонус убрать, то есть расслабить мышцы с одной стороны и их укрепить с другой стороны. Поэтому первое, что вы делаете, вы разогреваете. Причем вы разогреваете все мышцы ноги. И бедро, и голень, и стопы. Ногой лучше работать тогда, когда она немножечко в согнутом состоянии. Тогда мышцы более расслаблены. И уже видите, при практически первых движениях мышцы расслаблены. Чаще всего лучше фиксировать стопу, чтобы он ногой не сильно двигал. Значит, дальше. Смотрите, что вы делаете. В перерывах между работой вот со стопой фиксируете сустав, голеностол, для того, чтобы не травмировать. И дальше вы проходите по мышцам стопы между косточками на каждый пальчик. Опять, сначала фиксация сустава, иначе при нагрузке можно нанести травму. Поэтому сустав фиксированный. Значит, в перерывах между массажными движениями вы делаете определенное упражнение. Смотрите сюда. Стопа идет в одну сторону, в другую сторону. Чем вы сгибаете, он даже преодолевает сопротивление. В одну сторону, в другую сторону. Несколько раз. При том, что ногу вы держите. Чуть выше сустава. Потому что если возьмете сустав, он не будет. Поэтому берете голень, чуть выше сустава. И работаете. Дальше можно делать вот такие движения. Сгибать, разгибать. Сгибать, разгибать. Опять круговые. В одну сторону, в другую сторону. И дальше массажные движения. Начинаете расслаблять мышцы голени. Начинаете расслаблять мышцы стопы. Значит, сам свод стопы. И пальчики. Посмотрите, основной упор идет сначала как бы сверху по точкам у каждого сустава. И с другой стороны. У каждого сустава. ��ка. Опять вот проводите еще такое. Типа упражнение. От пятки до пальцев. Проводите сильно. Как бы выдавливая. Как пасту выдавливаете из тюбика. Проводите. Желательно каждому пальцу, но получится, наверное, к 2, вернее, к 3 по размеру. Видите, как бы выдавливая от пятки, начиная от свода стопы, от этого подъема, и ведете по всему. Это можно где-то до 5-6 раз, потом опять мы повторяем все сначала. В сумме каждую ногу вы начинаете работать с 10 минут и доводите до 20-25. Причем это можно делать лучше всего через день. Или вы можете делать так. Если хотите делать каждый день, то вы работаете, скажем, более активно с бедром и голенью, почти не трогая стопу, только поглаживая. На следующий день в основном стопу, бедроугольную, просто поглаживая. Тогда это можно делать каждый день. То есть разные нагрузки даете. Пока понятно? Да, да. Кстати, потом, Давид, можно ждать тоже ситуацию, скажем, с моим скайпом, если появятся вопросы. Я дистанционно не лечу, но посоветовать, подсказать какие-то упражнения, какие-то, если будут какие-то изменения, все это увидеть, все это можно, в общем-то, откорректировать. Это не проблема. Миша, ник уже. Миша, ты неси добрый. Не надо. Молодец, Данечка. Не надо это в рот брать. Нет, я это не хочу, спасибо. Мы тоже такое нигде. Нет ни один глаза. Итали. Утягивай. Утягивай. Итали. Не выдергивай ногу. Молодой. Ой, здесь есть. Это Вика. еще один момент обувь он дома должен ходить все время хотя бы на чуть-чуть но чтобы был каблучок то есть на плоской подошве ему ходить нельзя даже если он предпочитает ходить босиком все равно старайтесь в носочек что-то подложить какой-нибудь может быть не поролончик небольшой чтобы стопа была и то что я имею ввиду это попасть это как упражнение а вот когда он будет ходить любой каблучок не важно вот такой чтобы она была не ровно потому что напряжение мы говорим с доедем о разных вещах в данном случае огромное напряжение свода стопы то чтобы стопа сформировалась правильно тогда нагрузка пойдет равномерно ему не надо будет специально вот повышать тонус чтобы держаться ну тоже как и лечебная мера такая да потому что он часто раздет но здесь замечательно лежит ну ему что у вас надоело без телефона без телефона прошу тебя не грози это сказали что несколько раз вспомнил да вспомнил да вспомнил держи свою штуку раз меня гореть буду сопротивляться фу 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 какая не